Хвала Аллаху Господу миров, мир и благословение его пророку и посланнику Мохаммаду, саллаллаху алейху ассалям, его семье, его сподвижникам, а также всем тем, кто последовал по его прямому пути аж до Судного дня, а затем. О люди, бойтесь вашего Господа, который создал вас из единой души, а затем создал для этой души пару из нее же самой и расселил множество мужчин и женщин. Бойтесь Аллаха, именем которого вы просите права друг друга и бойтесь разрывать родственные связи поистине. Аллах наблюдает за вами. О те, которые вы веровали, бойтесь Аллаха и говорите правдивое слово. Если вы будете поступать таким образом, то Аллах исправит ваши деяния, простит вам ваши грехи. А тот, кто повиновался Аллаху и его посланнику, уже обрел великий успех. А затем, дорогие мусульмане, дорогие единоверцы, сегодня хотел бы поговорить о самом важном вопросе жизни каждого мусульманина и о том, от чего нужно остерегаться больше всего, больше, чем какого бы то ни было греха, больше, чем огня мирской жизни, больше, чем болезней, больше, чем вирусов и больше абсолютно, чем чего бы то ни было можно было представить. Это многобожие, да, дорогие мусульмане, многое об этом было сказано и многое будет сказано, но ничто не способно выразить тот объем и ту важность и ту серьезность, которую несет в себе вопрос многобожие. Но прежде чем мы приступим к этому вопросу, хотелось бы упомянуть цель, ради которой Всевышний Аллах создал нас с вами в этой жизни. Эта цель не накапливать наши богатства, эта цель не рожать детей, эта цель не жениться, эта цель не заниматься какими-то общественными делами, эта цель поклоняться Всевышнему Аллаху в полном смысле этого слова. Если человек будет исповедовать единобожие должным образом, автоматически он будет и общественным деятелем, и хорошим семьянином, и хорошим отцом, но если он не будет знать, что такое единобожие и что такое многобожие, то возникает большая опасность для него, для его вечной жизни. Всевышний Аллах сказал в Куране, «Я создал джинов и людей только для того, чтобы они мне поклонялись». Как говорит Ибн Аббас, что означает «были единобожниками», то есть посвящали все виды поклонения только мне. Слово поклонения может использоваться в двух смыслах. В узком смысле, когда мы говорим о молитве, о посте, о дуа, о поминаниях Аллаха. И в широком смысле – это выполнение всех приказов Аллаха и отдаление от всех его запретов. Так вот, в этом аяте речь идет об обоих смыслах. Дорогие мусульмане, Аллах не нуждается в нашем с вами поклонении. Это мы нуждаемся в нем. Муса, алейхиссалям, сказал, как об этом говорит Аллах в Куране, «Ин тэкфуру энтум, ва мэн фэль арди джами'ан, фа инна Аллаха лагниюн хамид». Если же вы и все, кто на земле, абсолютно все без исключения, будете неверующими, то поистине Аллах Аллах самодостаточный и достохвальный. То есть Он не нуждается в нас, мы нуждаемся в нем. Дорогие мусульмане, следует помнить об этом каждому из нас, когда мы делаем наши поклонения, чтобы это не превратилось в автоматическое исполнение каких-то действий. Когда мы встаем на молитву, мы должны помнить, кому мы посвящаем свое поклонение. Когда наступает месяц Рамадан, мы должны помнить, кому мы посвящаем поклонение. Это не автоматическое действие, которое делают в наших с вами странах, которые делали наши отцы. Нет. Это поклонение единственному Творцу, который заслуживает поклонения. Посланник Аллаха сказал, обнадеживая нас с вами, рассказал историю одного человека, чтобы показать степень довольства Аллаха, когда раб кается перед Ним и является единобожником. Пророк сказал, сказал у человека, который оказался в пустыне. Представьте себе пустыню. В наших ситуациях это минус 20, допустим. Ты оказался ни кола, ни двора и потерял то, от чего зависит твоя жизнь. В данном случае в пустыне это верблюд, на котором у человека была вся поклажа, вся вода. Все, с помощью чего он мог выжить в этих трудных условиях. И в наших условиях можно провести параллель. Это какое-то теплое место, это автомобиль. Так вот, человек потерял эту верблюдицу, на которой было все, чем он владел, и все, с помощью чего он мог выжить в этой пустыне. Проснулся, а ее нету. И он искал вправо, влево. Но когда не нашел сильная жара, и он уже приготовился умирать. Лег, положил голову на песок и заснул. И когда он проснулся, его удивлению не было предела. Потому что он увидел, что эта же верблюдица, на которой было все, что зависит, все, от чего зависит его жизнь, она оказалась снова у его ног, снова рядом с ним. Представьте радость человека, который уже попрощался со своей жизнью, но в тот же момент, после того, как он проснулся, Аллах вернул ему надежду, вернул ему возможность жить. Так вот, посланник Аллаха сказал, что Аллах радуется покаянию своего раба больше, чем этот человек, который потерял свою верблюдицу, потерял надежду на жизнь, а потом снова обрел ее. Мы не можем себе представить, какова это радость такого человека. Потому что мало кто из нас оказался в такой ситуации. И тем более, мы не можем представить, насколько Аллах, святой на велик, радуется покаянию своего раба. Но, вне всякого сомнения, это абсолютная радость. Так вот, Свящий Аллах подбадривает нас и говорит, чтобы мы не отчаивались его милости. Но при этом покаяние Аллах примет только от единобожников. Об этом нам следует с вами помнить. Всевышний Аллах сказал, сказать пророку Мухаммаду, «Куль инна саляти ванусуки вамахьяя вамамати лилляхи роббил алямин». Скажи, Мухаммад, все мои молитвы, все мои виды поклонения, все мои жертвоприношения, моя жизнь и моя смерть исключительно полностью все принадлежат только Всевышнему Аллаху. То есть, все, что я делаю из поклонения, я посвящаю только Ему. Поклонение является исключительным правом Всевышнего Аллаха. Если кто-то посвятит какой-то вид поклонения не Ему, либо же и Ему, и чему-то другому, то это и будет многобожие. Это и будет язычество. И этого нам нужно с вами остерегаться. Аллах говорит в Коране, «Иннаху ма юшрик билляхи фа кад харрам Аллаху алейхи л'джанна ва ма ва аху ннару». Что означает поистине, кто предает Аллаху сотоварищей, тому он запретил рай, и его пристанищем будет огонь. Дорогие мусульмане, видов поклонения очень много, и видов многобожия также очень много. Именно поэтому мы с вами здесь проводим ценное время и пытаемся вспомнить, если кто-то забыл, либо же обновить свои знания те, кто знал об этом. Поэтому говорим, что посвящать все молитвы можно только Аллаху, посвящать всю надежду в абсолютном ее понимании только Аллаху, посвящать свое упование только на Всевышнего Аллаха. Также ученые выделяют, что страх, страх, как ни странно, он является поклонением. И страх может быть поклонением, и также страх может быть многобожием. Страх многобожия — это когда человек убежден, что кто-то или что-то способно ему навредить в следующей жизни, помимо Всевышнего Аллаха. Будь то какой-то амулет, либо же какая-то звезда, либо какой-то гороскоп, либо какой-то человек способен навредить ему в следующей жизни, то это будет многобожие. Есть страх запретный, когда человек должен выполнить какой-то приказ Аллаха, но он из-за страха перед каким-то творением не делает этого. Пришло время намаза. О, я в университете, я в институте, у меня лекция сейчас. Как я пойду в коридор и сделаю намаз? Что скажут мои одногруппники? Скажут, я фанатик, я экстремист или еще кто-то. Это не должно останавливать вас от выполнения приказов Аллаха. Молитва — легкая вещь. Молитва — ежедневная вещь. И молитва занимает у вас 3 минуты, 5 минут, не больше. На рабочем месте то же самое. Не должен страх перед творениями препятствовать вам совершать повеление Аллаха. И с молитвой это только один пример. Есть естественный страх, который в нас вложил Всевышний Аллах. Страх перед холодом, страх перед жарой, страх перед огнем и так далее. Этот страх, он дозволен и является естественным. Любовь, надежда, смирение в их абсолютном понимании также являются поклонением. Аллах говорит в Коране про уповающих И только на Аллаха полагайтесь, если вы являетесь верующими. Полагаться означает иметь лучшее мнение об Аллахе. Означает надеяться то, что Он поможет решить вам ваши дела и при этом делать все, что в ваших силах. Полагаться это не значит сидеть сложа руки и говорить, если Аллах пожелает, у меня это будет. А если не пожелает, этого не будет. Ни в коем случае. Полагание на Аллах это лучшее мнение об Аллахе и надежда на его помощь. И в то же время, когда человек делает все, чем его наделил Всевышний Аллах, все возможности используют для этого. Также смирение, покорность перед Всевышним Аллахом тоже являются поклонением. Наше сердце не должно быть смиренно ни перед кем из творений. Так как оно смиренно перед Всевышним Аллахом. Аллах говорит в Куране «Ваду'угу хауфан ватамаа инна рахмата Аллахи карибум миналь мухсанин». Они взывали к нам с надеждой и страхом и были смиренны перед нами. Это описание верующих. И мы очень надеемся, что мы являемся из их числа. Богобоязненность. Аллах говорит в Куране «Ваду'угу хауфан ватам 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 «Ваду'угу бига» Аллаху принадлежат самые идеальные и прекрасные имена. Так обращайтесь же к Аллаху с помощью этих имен. «О милосердный, помилуй меня!» «О благодарный, даруй мне награду!» «О всесильный, помоги мне!» Какая-то ситуация возникает, и вы с помощью имени Аллаха можете обратиться к Нему и надеяться на скорый ответ. Просьба о помощи, прежде чем мы приступили к делам, также является поклонением. Мы каждый день читаем сурь Аль-Фатиха «Ий-я-ка-на-буду, ий-я-ка-на-ста-ин» «Лишь Тебе мы поклоняемся, и лишь Тебя мы просим о помощи». Истиана – это когда вы хотите что-то сделать, еще к этому не приступили, либо же начали только это делать. Просите у Аллаха помощи, это будет поклонением. Истигата – это когда вы оказались в трудной ситуации и ищите решение проблемы, ищите ее у Аллаха, потому что Он лучше всех окружающих вас людей знает о том, что вам нужно. Ни ваши родители, ни ваши дети, ни ваши друзья, ни ваши жены не знают вас так, как знает вас Всевышний Аллах. Пожалуйста, не забывайте об этом. Аллах говорит в Коране «Иттастагитсуна раббакум фастаджабалакум» Когда вы попросили у Аллаха помощи в трудной ситуации, Он оказал вам ее. Вы не думали, что будет какая-то помощь, но Он вам помог. И также просьба о защите. О защите от всех бед, от коронавирусов, от бедности, от шайтанов. Мы читаем в суре «Аль-Фалак», в суре «Ан-нас» «Куль ауду би робби фалак» «Скажи я прибегаю к Господу рассвета» «Куль ауду би робби нас» «Скажи я прибегаю к Господу людей» От всего зла, от всего, что нас окружает. Не думайте, что вакцины смогут вас уберечь лучше, чем Всевышний Аллах. Не думайте, что маски могут вас уберечь лучше, чем Всевышний Аллах. Только Всевышний, если распорядиться, это будет для вас защитой. Поэтому, дорогие мусульмане, в первой части худбы мы поговорили о видах поклонения. Это не все виды поклонения, но это лишь часть из них. И мы поняли, что все виды поклонения без исключения можно посвящать только единому Аллаху, а не кому бы то ни было другому. Что же такое многобожие? Многобожие – это не что-то далекое, что вдали от нас. Многобожие сегодня зашло в наши дома. Сегодня оно соприкасается вплотную с умами наших детей, которые еще не подросли, еще не окрепли. Оно соприкасается с умами наших братьев и сестер. Оно зашло через телевидение, через YouTube, через гаджеты. Вне всякого сомнения, в этом всем в технологиях есть очень много блага, но также есть и определенное зло. И мы, как более старшие, как более опытные, как родители, как старшие братья, как сыновья, должны давать наставления своим женам, своим детям, даже своим родителям. Не смотрите, что родители выше вас или что вам неудобно сделать наставление. Вы же не хотите, что ваш отец или ваша мать попали в ад навечно. Поэтому не стесняйтесь, найдите нужные слова, найдите нужный подход, найдите нужную атмосферу, пригласите куда-то в ресторан, в кафе, угостите чем-то. И в момент разговора объясните, если ваш отец, ваша мать, ваши дети в чем-то ошибаются и, не дай Аллах, совершают многобожие. Обратите их внимание, что Аллах сказал Поистине Аллах не прощает, когда поклоняются еще кому-то помимо него, но прощает все, что меньше этого или все остальное кому пожелает. Дорогие братья, ни в коем случае в этом аяте не идет речь о том, что можно совершать все остальные грехи. Нет, но здесь идет речь о опасности многобожия. Если человек умрет, не покаявшись от многобожия, то Аллах никогда ему не простит, это его обещание. Но если человек будет делать любой другой грех помимо многобожия и умрет, не покаявшись от него, то Всевышний Аллах может быть и простит этого человека, а может быть накажет какое-то время в аду, но не вечно, как многобожника. Поэтому, дорогие братья, у язычества, у многобожия есть три отличительные черты. Первое. Человек, который совершает многобожие, он выходит из ислама собственными действиями, убеждениями или божесловами. Он перестает быть мусульманином. Второе. Все его добрые деяния, они стираются, как об этом говорится в Коране. И третье. Если он умрет, не покаявшись от этого многобожия, он навечно будет в огне. Какой грех более великий, чем этот грех? Даже грех убийства человека, даже грех прелюбодеяния, даже грех употребления спиртного, даже грех каких-то оставлений приказа Всевышнего Аллаха не сравнится с этим большим грехом. Многобожие бывает двух видов, дорогие братья. Первое – это большое многобожие, о котором сейчас мы сказали. И второе – это малое многобожие, которое называется таковым либо в Коране, либо в Сунне, но по своей сути оно не является выводящим из ислама. Другими словами, это большой грех. И таких примеров тоже очень много. Например, сражение с мусульманином, когда два мусульманина сражаются друг с другом, хотят убить друг друга. Это является малым многобожиим, не выводящим из ислама. И много других примеров, когда человек клянется не Аллахом, говорит «клянусь мамой», или же говорит «так пожелал Аллах и он», или же «так пожелал Аллах и ты», или «если бы не Аллах и такой-то, то это произошло или не произошло». Очень много слов и деяний, которые являются малым многобожиим, которые пронизали нашу жизнь, и мы их говорим порой по незнанию, а смысл этих слов очень велик. Поэтому, братья, изучайте единобожие, изучайте свою религию, и по милости Аллаха вы сможете уберечься от этого зла и уберечь свои семьи и свои дома от этого зла. И в конце, в завершении, хотелось бы сказать, что посланник Аллаха сказал, всем пророкам было даровано определенная дуа, на которую Аллах обещал дать ответ. И каждый пророк использовал эту дуа, кроме посланника Аллаха. Он дуа, он это дуа из-за любви к нам с вами, к нашей общине оставил на следующую жизнь, на судный день. И он сказал следующее. Каждому пророку была предоставлена возможность обратиться к Аллаху с мольбой, которая не останется без ответа. И все пророки воспользовались этой возможностью, а я приберег свою мольбу для заступничества за мою общину в судный день. И она, то есть это мольба, охватит, если будет на то воля Аллаха, тех членов моей общины, которые умерли, не предавая Аллаху сотоварищей. Дорогие братья, все мы хотим, чтобы за нас заступался посланник Аллаха. Для этого мы должны просить у Аллаха, чтобы он разрешил пророку заступаться, мир ему и благословение Аллаха. Не у самого пророка, а у Аллаха, чтобы он разрешил пророку это сделать. И просим Всевышнего Аллаха, чтобы мы были из числа тех людей, за которые заступится посланник Аллаха. Для этого мы должны быть что? В первую очередь мы должны быть, и в основном мы должны быть единобожниками, а все остальное, как говорится, будет. Субтитры создавал DimaTorzok